Здравствуйте! У кого-то широкие красивые брови от рождения, но кому-то приходится довольствоваться тоненькими волосяными ниточками над глазами. Для того, чтобы улучшить свои природные брови, так сказать, отрастить брови, есть несколько народных способов. Конечно, эти методы каждому не смогут помочь, если генетически заложена слишком тонкая линия надбровной дуги. И даже самые изощренные композиции из масел не решат проблему волосяных фолликулов, которые повреждены были механическим путем. Шрамы, какие-то неестественные изломы, наверное, сложно будет подкорректировать народными способами. Прежде чем заняться целью и отрастить густые брови, сделать их шире, крепче, нужно выполнить простые правила. Первое – это убрать от себя пинцет. Лучше его вообще выкинуть. Любой бровист скажет, что вырывание волос – это ужасная идея, которая ни к чему хорошему не приводит. Единственный допустимый вариант коррекции – это подстригание торчащих волосинок. И второе – нужно обязательно купить витамины для волос. Они способствуют ускорению регенерации и напрямую влияют на скорость развития волосяных фолликулов. Эти витамины можно принимать внутрь, но следует предварительно посоветоваться с доктором. Наиболее доступный вариант выращивания, так сказать, бровей – это обрабатывать линию роста маслами. Идеально подойдет репейное и касторовое масло. В качестве дополнительных средств ухода можно использовать выжимку из облепихи. Чтобы приготовить масляную смесь для экспериментального роста, нужно соединить ложку касторового репейного масла с несколькими каплями настойки красного перца. Эту полученную смесь тщательно перемешать и наносить на проблемные зоны. Использовать эту смесь нужно очень аккуратно, чтобы ни одна капля смеси не попала в глаза, потому что, возможно, ожог слизистой. Может быть, чуть менее эффективной, но зато более безопасной будет исключительно масляная основа для бровей и ресниц. Простую масляную смесь лучше всего наносить на ночь, а утром рекомендуется это средство не смывать, а просто стереть бумажной салфеткой. По времени поврежденные волоски отрастают где-то за месяц. Но есть способы и быстрее отрастить брови, например, за неделю, полторы недели. И в этом случае может помочь бодяга. Это такая губкообразная водоросль, которая часто используется в косметологии для разогревания кожных покровов. Она раздражает кожу, и из-за этого усиливается кровоток в месте нанесения. Чтобы получить смесь бодяги, нужно развести граммов 10 этого порошка и немножко воды, чтобы получилась смесь. Раствор этот должен быть однородным, без комочков и инородных элементов. Затем в этом растворе намочить ватный диск и в течение минут 10 протирать периодически брови. Спустя это время нужно стереть с кожи чистым тампоном остатки водоросли. Повторять такие манипуляции желательно через день, если чаще, то может начать шелушиться кожа. Ну а после обработки нужно нанести увлажняющий крем. В течение недели, по отзывам, длина волосков увеличивается на несколько миллиметров, а спящие луковицы активируются. Увеличить густоту помогает и рецепт с медом и коньяком. При этом методе волоски слегка утемнятся и окрепнут. Для приготовления такой смеси нужно соединить чайную ложку теплого коньяка и с таким же количеством меда. Держать это средство на бровях можно неограниченное количество времени, сколько вам захочется и будет удобно. И делать эту маску разрешается каждый день. Помогает отрастить брови и бесцветная хна. Для этого необходимо соединить хну и воду в равных количествах для получения однородной кашицы. Смесь эту наносить на брови и держать примерно минут 20, а затем смыть. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!